Субтитры создавал DimaTorzok Каменоломщики обнаружили череп большого животного, вмурованный в камень. Они остановили работу, чтобы рассказать о своей находке доктору Хоффману, который уже несколько лет собирал ископаемые из каменоломен. Доктор Хоффман, посчитав находку самой важной из всех, что ему удавалось обнаружить до сих пор, предпринял все меры предосторожности, чтобы сохранить ее в целости. После того, как находку вырубили из стены и отсекли все лишнее, ее торжественно переправили к нему домой. Да, такого мы еще не видели. Двадцать пять лет спустя, после оккупации Маастрихта французской революционной армии, знаменитая ископаемая одной холодной зимней ночью была доставлена в Национальный музей естественной истории в Париже. Эта странная ископаемая, которую в то время называли неизвестное животное из Маастрихта, вызвала огромный интерес ученых. То, что они увидили, которые мы видели той ночью, не было похоже ни на одно из известных им живых существ. Некоторые считали, что это крокодил. Другие, что кит. Ни форма его зубов, ни размер челюстей не могли помочь им классифицировать его. В то время, а это было за 40 лет до обнаружения первого динозавра, никто и представить не мог, что тысячи этих существ жили, а потом вымерли в доисторические времена. Но очень скоро все изменилось. МОРСКИЕ ДИНОЗАВРЫ Авторы сценария и режиссеры Паскаль Вунг и Ронан Чепалин Я уверена, морские динозавры все еще существуют. Прошу прощения, что вторгаюсь в ваши мысли, мадемуазель. Но, строго говоря, только рептилии, которые ходили по земле, называются динозаврами. Если они жили под водой, то называются морскими рептилиями. И все они исчезли очень, очень давно. Что с ними произошло? Смотри, Джулия. Юго-западное побережье Колорадо. 65 миллионов лет назад. МОРСКИЕ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ 65 миллионов лет назад рептилии правили миром на земле и в воздухе. А еще рептилии царствовали во всех морях. Но катастрофа пришла из космоса. Астероид диаметром 19 километров упал на Землю. Удар этого астероида превосходил по силе взрыв сотни атомных бомб. Небо потемнело, и климат на Земле резко изменился. 70% всего живого на Земле погибло. Гибель динозавров ознаменовала и конец царствия рептилий в морском мире. И когда, вы сказали, это произошло? 65 миллионов лет назад. Так значит, получается, что люди появились позже? Люди появились намного позже. Когда, интересно? Спустя 65 миллионов лет. Вы шутите? Современные люди, как вы или я, появились примерно 200 тысяч лет назад. По сравнению с возрастом Земли, это всего лишь миг. Что? 200 тысяч лет – это миг? Миг. В геологической хронологии. Это очень трудно осознать, верно? Сравнивай тысячи, миллионы или даже миллиарды лет. Вы согласны? Мы отправляемся в путешествие в жиле. И когда захочешь остановить время, скажи «стоп». Хорошо. Ну что ж, вперед в прошлое. Продолжение следует... Пожалуй, начнем с самого начала. Земля сформировалась 4,5 миллиарда лет назад. Затем зародилась жизнь, но оставалась микроскопическая еще 3 миллиарда лет. В этой временной спирали нас интересует лишь последний виток, который ведет к нашему времени. Давайте представим его в виде циферблата часов. 540 миллионов лет назад, то есть в 2 часа, началась Палеозойская эра. Жизнь зародилась и начала развиваться повсюду. В 7.30 началась новая эра – Мезозойская. Это была эпоха рептилий. Включая знаменитых динозавров. Да, и летающих, и морских рептилий. Следующая и последняя эра – Кайнозойская, эра млекопитающих. Если смотреть на циферблат, то Гомо сапиенс, человек разумный, появился без 8 секунд 12. Мезозойская эра знаменовалась двумя крупнейшими экологическими катастрофами, которые привели к исчезновению многих видов на Земле. Самая крупная в 7.30. И последняя – вот здесь, между 10 и 11, именно она и привела к исчезновению динозавров и больших морских рептилий. Но как всё начиналось? Прежде всего нам понадобится микроскоп. Жизнь на Земле началась в воде, в форме бактерий, 3,5 миллиарда лет назад. Очень медленно микроорганизмы эволюционировали. И затем, 650 миллионов лет назад, жизнь стала видна невооружённым глазом. Появились мягкотелые организмы. Следующие 400 миллионов лет, жизнь бурно развивалась. Появлялись новые морфологические формы. Некоторые достигали значительных размеров. И, наконец, вслед за рыбами появились амфибии, которые, обладая конечностями, могли покорять сушу. 300 миллионов лет назад на Земле появились первые рептилии. А в небо поднимались насекомые, размах крыльев которых достигал 90 сантиметров. К концу палеозойской эры Земля и моря кишели живыми организмами. Это был золотой век биологического разнообразия. Но этот период завершился глобальными катаклизмами, которые погубили 95% видов. Величайшее вымирание за всю историю. 95% видов? Ну, это невероятно много. Ведь после этого почти ничего не осталось. Да, моя дорогая. Вымерла большая часть крупных хищников. Но жизнь сохранилась. В морях осталось достаточно рыбы и моллюсков. А с морскими рептилиями что стало? Теперь началось и их царствие. Три разные группы, одна за другой, будут править мировым океаном. Первые ихтиозавры, благодаря хвосту они плавали. Как рыбы? Примерно как рыбы. Затем плезиозавры. Благодаря четырем конечностям, ластам, они словно летали в воде. И позднее мозозавры. Они совершали волнообразные движения, словно змеи. И эти животные правили миром 180 миллионов лет. Все три периода мезозойской эры. Триасовый, Юрский и Меловой. С начала Триасового периода и далее ихтиозавры царствовали в морях. В этот период все современные материки существовали как единый суперконтинент, известный как Пангея. Отправимся на побережье Пангеи. Южная Швейцария. 230 миллионов лет назад. Швейцария? Да. В это время большая часть Европы была под водой. Это было теплое мелкое море. В середине Триасового периода на выжженной зноем земле еды было мало, а в море жизнь процветала. Некоторые виды рептилий снова вернулись в море, где еды было вдоволь. Танис-трофей держит мировой рекорд. Его шестиметровая шея в три с половиной раза длиннее туловища. Плакодонт с его плоскими зубами в основном питался морскими ракушками и моллюсками. Разве это не черепахи? Вовсе нет. Но они тоже обладают мощным панцирем, который защищает их от крупных хищников Триаса, таких как Натазавр. Его длина достигает почти четырех метров. Очень опасный и великолепный пловец. Но даже он не сравнится с миксозавром. Он похож на дельфина. Но все-таки это рептилия. Как и морские млекопитающие сегодня, он тоже должен подниматься на поверхность, чтобы дышать. Он принадлежит к большой группе ихтиозавров, которые правили морями почти 150 миллионов лет. Но он не кажется достаточно большим, чтобы править чем-то. Есть очень большие ихтиозавры. Некоторые достигают 22 метров в длину и весят более 50 тонн. Как, например, шонезавр. Самый крупный из них. Ого! Как и все ихтиозавры, они живут группами и питаются в основном моллюсками и мелкой рыбой. Они похожи на дельфинов и китов. Верно. Они даже рождаются похожим образом. Что вы имеете в виду? Давай послушаем эксперта, палеонтолога Рюасуки Матане. Он закончил изучение некоторых образцов со знаменитого места раскопок в Германии. Много окаменелости ихтиозавров найдено в Хальцмадане. Прекрасно сохранились их скелеты, а на камне отпечаталась кожа. И мы определили положение их плавников. Некоторые ископаемые ихтиозавры сохранились так хорошо, что мы можем даже видеть плод в утробе матери. И даже процесс рождения. Будучи неспособными выбраться из воды для того, чтобы отложить яйца, ихтиозавры рождали детенышей в воде. Малыши рождались вперед хвостом, как нынешние дельфины. Еще одна особенность ихтиозавра – его огромные глаза, защищенные кольцом, из костяных пластинок, способных выдерживать сильное давление воды. Ихтиозавр юрского периода Автальмозавр особо выделяется в животном царстве тем, что у него были самые большие глаза относительно размеров тела. Обладая такими огромными глазами, он легко мог выслеживать добычу во тьме океанских глубин. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Как ни странно, ихтиозавры вымерли к середине мелового периода, несмотря на высокую приспособленность к морской жизни. Но откуда мы так много знаем о видах, которые вымерли 90 миллионов лет назад? Благодаря тому, что сохранилось огромное количество окаменелостей. И, конечно, благодаря тем людям, которые обнаружили их. И вот мы в Лондоне, в одном из прекрасных залов, посвященных морским рептилиям мезозойского периода. Натали Барде является экспертом по этим животным. Задолго до того, как были открыты динозавры, останки морских рептилий уже попадали коллекционерам окаменелостей. Мэри Аннинг В начале 19 века, будучи еще ребенком, начала собирать окаменелости, которые находила у своего дома, на побережье Дорсет в южной части Англии. У нее было удивительное острое зрение, и в течение жизни она обнаружила немало окаменелостей эхтиозавров и плезиозавров, которые сейчас выставлены в Музее естественной истории в Лондоне. Наиболее полным из найденных скелетов плезиозавра был скелет ромалиозавра. Этот хищник раннего юрского периода был отличным пловцом. Во времена юрского периода новая группа морских рептилий достигла процветания – плезиозавры. Тогда панкея начала раскалываться на отдельные материки. Было по-прежнему жарко, но климат стал более влажным. Такие условия как нельзя лучше подходили для развития жизни на суше. А понятно теперь, почему юрский период считается золотым веком динозавров. Ведь это так? Так. Это вообще золотой век для всего живого. И особенно, конечно, для рептилий – сухопутных, летающих и морских. Благодаря четырем конечностям, преобразованным в ласты, плезиозавры скоро стали новыми повелителями морей. Первый динозавр был назван мегалозавр, что на латыни означает «большая ящерица», подходящее имя для прожорливого девятиметрового хищника. Моллюски, такие как аммониты и бельевниты, размножились в невероятных количествах и стали излюбленной пищей морских хищников. К концу юрского периода некоторые из них достигли огромных размеров. Например, брахиозавр. Длина достигала 30 метров, а весил он больше шести слонов. Годзилла такое прозвище дали этому морскому крокодилу, найденному в Андах. Трехтонный, с огромными костяными пластинами на спине, травоядный стегозавр был современником самых первых птиц. К концу юрского периода, когда материки продолжали расходиться, возникали новые океаны, и новые виды плезиозавров стали править в морских глубинах. Леоплевродон был самым крупным хищником мезозойского периода. Его длина около 15 метров. Такой большой? Вот один из его зубов. Это тебе. Спасибо. Ему было некого бояться, кроме, быть может, другого Леоплевродона. Аргентинские Анды. 157 миллионов лет назад. Вот пара Леоплевродонов. Самец пытается ухаживать за самкой. Посмотри на нее. 15 метров одних мускулов, 4 смертоносных конечности в виде ласт и челюсти длиной 3 метра, а зубы даже больше, чем тот, что я дал тебе. Во время процесса ухаживания самец красуется перед самкой. Похоже, сработало. Теперь, когда она выбрала себе партнера, они отправятся в более безопасные прибрежные воды для воспроизведения потомства. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Что случилось? Похоже, при разделении она случайно поранила ему глаз. От боли он ненадолго потерял сознание. Все остальное время Лиуплевродон, этот супер-хищник, живет в одиночестве. К концу юрского периода территория его обитания простиралась от Европы до Южной Америки. С нами доктор Зулма Гаспарини, который обнаружил в вандах морского крокодила, получившего прозвище Годзилла. Люди долго верили в то, что мир всегда был таким, какой он есть сейчас. Но в 1915 году Альфред Вегенер, молодой немецкий ученый, выступил с революционной теорией континентального дрейфа. Из доказательств, предложенных Вегенером в защиту своей теории, наиболее существенным, несомненно, стал мезозавр, небольшая морская рептилия, жившая 250 миллионов лет назад. И в самом деле, мы нашли окаменелости этих животных по обе стороны Атлантического океана. Но учитывая небольшой размер мезозавра, вы можете видеть его в нашем виртуальном аквариуме, очевидно, что именно поэтому он и не мог самостоятельно пересечь огромный Атлантический океан. Отсюда неизбежный вывод. Если мезозавры не пересекали океан, следовательно, континенты, на которых найдены их останки, отделились. Аргентинские анды. 157 миллионов лет назад. Атлантический океан Юрский период – это время гигантских животных. Литсихтис достигал в длину 30 метров. Вероятно, он был самой большой рыбой всех времен. Как называются эти плезиозавры с длинными шеями? Это элосмозавры. Они заглатывают гастролиты – камни, которые помогают в перетирании пищи. А что они едят? Моллюсков и много рыбы, если судить по их длинным острым зубам. Субтитры создавал DimaTorzok Похоже, это самец Лиуплевродона, который был ранен некоторое время назад. О, да. С одним глазом ему теперь трудно придется. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Если судить по глубоким следам укусов на костях элосмозавра, другой Лиуплевродон оказался удачливей. 30 миллионов лет назад коронозавр занял место Лиуплевродона на самом верху морской пищевой цепи. Останки коронозавра были впервые найдены в Австралии в 30-е годы прошлого века. Почти четырехметровый череп с трехметровыми челюстями и острыми, как кинжал с зубами. Более подробно о плезиозаврах нам поможет рассказать доктор Бенджамин Кир, эксперт по этим животным. Останки морских рептилий находили на всех континентах, в частности, останки плезиозавров. Достигавшие в длину 14 метров, эти великолепные рептилии, работая своими четырьмя мощными ластами, словно летели в толще воды. Отряд плезиозавров был обширным и разнообразным. В нем выделяют два подотряда, различающихся по внешнему строению. У одних были большие головы и мощные короткие шеи. Это были суперхищники, как, например, кронозавры. У других, наоборот, были крошечные головы на длинных шеях, как, например, у элосмозавра. Плезиозавры вымерли, как и динозавры, в конце мелового периода, 65 миллионов лет назад. Поздний меловой – это последний период мезозойской эры. И это было время мозозавров. Материки почти достигли своего нынешнего положения. Внутренние моря Северной и Южной Америки высохли, но Европа еще была частично покрыта водой. Нидерланды, 65 миллионов лет назад. А какой был климат? Похожий на современный, но только более теплый. Прекрасный день для того, чтобы окунуться в воды океана мелового периода, тебе не кажется? Как и миллионы лет назад, моллюски по-прежнему излюбленная пища многих хищников. КОНЕЦ Значит, плезиозавры все еще жили в меловой период. Да, это так. Но они уже не находились наверху океанской пищевой цепочки. Это место теперь было занято двумя величайшими хищниками этой эры. С одной стороны, самая большая рыба мелового периода – 7-метровая акула. С другой – самая мощная морская рептилия – прогнатодон, 12-метровый мозазавр. Он похож на большую белую акулу. Да, но только больше. Акула не сможет его одолеть. Мы не можем знать наверняка. Видишь ли, у нее есть преимущество. Акуле не надо всплывать на поверхность, чтобы дышать. Так что... Субтитры создавал DimaTorzok Ну вот. Я же говорила, мозазавр победит. На этот раз – да. Но так бывало не всегда. Мы находили следы зубов акулы на костях мозазавра. Так что акулам иногда удавалось впиваться в них зубами. Да, кстати. Ведь это мозазавра нашли в шахте в 18 веке, если я не ошибаюсь. Мы находимся неподалеку от той шахты, где в 1770 году было найдено неизвестное животное из Маастрихта. Как и все палеонтологи, Оливье Репель знают эту историю очень хорошо. В 1795 году, когда окаменелый мозазавр из Маастрихта был привезен в Париж, Жорж Кювье, молодой 26-летний анатом, только начал работать в Музее естественной истории. Этот череп был первой окаменелостью, которую ученые тщательно изучили, но так и не смогли классифицировать это существо. Именно Жорж Кювье нашел решение, основываясь на сравнительной анатомии. Рептилия из реки Мёс, мозазавр, эта гигантская морская ящерица была родственником варанов. Но оказалось, что этот вид уже вымер. В незапамятные времена. Таким образом, мозазавр явился подтверждением гипотезы Кювье, что несколько вселенских катастроф произошли на Земле в далеком прошлом. И во многом, благодаря этому огромному животному, Жорж Кювье теперь считается отцом палеонтологии. Юго-западное побережье Колорадо, 65 миллионов лет назад. К концу мелового периода внутренний морской путь, пересекавший Северную Америку, еще не пересох. Значит, акулы были и на другой стороне Атлантики. Как и морских рептилий, их можно найти во всех океанах. В отличие от динозавров, морские животные не знают границ. Это молодые четырехметровые акулы. После многочасового откладывания яиц на берегу, эта черепаха истощена. Легкая добыча для голодных акул. И не только для них. Мазазавр. Этот огромный хищник – морской эквивалент знаменитого Тирекса. Мазазавр станет последним правителем древних морей. Мазазавр. КОНЕЦ «Один из его зубов, это тебе!» «Если бы не ископаемые, никто бы и представить не мог, как одна за другой сменялись эпохи в период формирования Земли» Жорж Кювье Фильм дублирован объединением «Мосфильм Мастер» на производственно-технической базе киноконцерна «Мосфильм» по заказу кинокомпании «Люксор» в 2010 году «Мосфильм Мастер» «Мосфильм Мастер» «Мосфильм Мастер» «Мосфильм Мастер» «Мосфильм Мастер» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok